воскресенье это значит что пришло время запилить свежий выпуск best replace всем огромный привет с вами сайт goodgame.ru и ваш непокорный слуга олег он же боневур он же краб он же повелитель контроля он же чемпион арены в 2 на 2 и много других легалий я также имею и так хуман против андеда на карте секрет вели и это новая порция шизофрении психоделики сюрреализма специально для вас мы знаем как вы это любите на просторах варкрафта может быть много сумасшедших может быть много неординарно одаренных личностей с лишними или даже в два раза превышающими норму количеством хромосом поэтому никогда не иссякнут странные неординарные экстра одаренный реплей ну что у нас здесь пока все стандартненько стройка завершая естественно буду смотреть эту запись эту демку вместе с вами в режиме live стройка завершить мы будем смотреть их конечно не вместе но нас будет объединять тот факт что мы все смотрим наслаждаемся событиями в первые дни зная что произойдет дальше соответственно развязка остается для нас как обычно где-то там в тумане неизвестность и говорит гуля идет добывать лес здесь архимаг будет крепить хума на зеленую точку но что на этой карте в общем ключевыми местами являются к шиш два фонтана которые можно легко прочистить с горгами но горгуль андет строить будет вряд ли здесь зикурат кладбище финды строятся и поздний алтарь настолько поздний что это может быть даже не не свой родной натуральный герой это может быть кто-то заказанный из таверны и мы видим что алтарь не светится значит либо андет забыл что можно заказывать героя во что я с трудом верю а либо он будет нанимать кого-то левого так 5 ополченцев тупит хуман если честно немножечко может быть не проснулся как и я с утра постройка заболевает он скриппингом в принципе он уже должен догрызать зеленую точку а может быть он ждал леса не знаю хватало в общем довольно поздний криппинг у хумана но это ни на что не повлияет поскольку хумана харасит никто не придет видим мы здесь дарк рейнджер гу по крайней мере сейчас дарка финт уже готов на базе на настоящий профин дом уже отманивают мобов и сражаются с ними во всю но этот андет явно не из не из вида хэппи образных постройку какой-то другой глаз класс к лишь невидных ну и открепится нормально задача дарк рейнджер к вообще дарк рейнджер к очень интересных героев против хумана в частности и против вообще всех в целом у нее есть вот такие вот отравленные стрелы которые могут поднимать скелетов воющих на вашей стороне этими скелетами можно прийти так не хило таймингово впушить любого любого оппонента пока у него нет диспала в лойке скелета как правило становятся бесполезными поскольку диспал появляется у всех но по-прежнему все еще могут выполнять роль разведки либо харасса экспандов и нехило так трепать нервы соперник хуманки временем тоже в общем здесь будет farm fest сейчас биткойнеры майнеры биткоинов меня поймут фармят ребята и не горюют им хорошо самое пацифистское начало пожалуй за все последние отсмотренные нами ролики страдают только крипы нет работ нейтралов истребляют нещадно как в миян на практически а может и хуже все просто потому что они другие особенно голубой вот короче говоря зато у dark рейнджерки есть другие убер полезные спелы на поздних стадиях один из них это сайленс который может заткнуть ваших кастеров будучи на прокачанного 3 левела по очень большой площади и очень надолго но там помчет в районе пяти шести секунд молчат ваши кастера плюс конечно же ваши герои и в какой-то нужный момент дарка накладывает сайленс и например хилка не влетает или диспал не происходит или в принципе любые полезные заклинания не кастуются ну и самое наверное главное из-за чего берут dark рейнджер к это 6 левел в ладно на самом деле минус dark рейнджерки как раз в том что финды не обладают мобильностью подлечить их нельзя хуман вовремя это понял и с когтями натыкал уже финдам там неплохо футмена в это время то есть архимаг может быть на харассе и вот так вот лапкой затыкивает финдов которые еще раз повторяю не регенят хп не двигаются быстро и не лечится кайлом затыкивает так лапкой финдов а футменами крепится фонтане это по моему отличное решение куда делся хуман вот он да сейчас начинаем крепится нет просто подхилил архимага но странное решение он здесь мог получить третий левел построил вдруг пришел освоясь но от этого то время занимается нужным делом делать гирги на финдов и крепить точки нужно намазить скелетов чтобы например прийти попробовать прохарасить хуману экономику а хуман просто решает что у него не третий архимаг по моему да судя по левам не 3 он решает что 3 левел он возьмет на околе так вот dark рейнджерки dark рейнджерку на шестом левеле просто невозможно унять она нас является настоящим диссидентом настоящим вербовщиком и перевербовывает с довольно низким кулдауном любые юниты противников которые поддаются поддаются заклинаниям это очень жесткая фигня потому что переманивать можно все что угодно верьмов грифонов а бомов все крупное толстое дорогое и в общем рано или поздно вся ваша армия станет армией плети если конечно дарка взята за эндетов ну видим что хуман то очень странно странное решение принял он конечно 3 левел получил опять же судя по элему но саленс на либо шикарный элем теперь не не может кастовать а он же и раньше не мог оставать в общем в этом шутка если вдруг кто не понял а здесь два барака вот это интересно вот это дамы и господа интереса но хуман понял все dark рейнджерки и хуман судя по всему он является фанатом магата потому что юнитов на тир-2 и тир-3 он в принципе не знает он знает только мужиков с длинными стволами ну прям как саша грей и соответственно будет штамповать рифлов это будет какой-то тайминговый запуш рифламе будет ли второй герой там все грейды рифлам делаются все как мы любим может быть возьмет какого-то героя второго для фокуса типа ноги которую невозможно сейчас затыкать кайлом новой я бы взял кстати потому что для таймингового пуша нужен герой который вот здесь и сейчас будет полезным хуман не собирает не собирается качать панду крепить мк до 5 левела он будет он будет сбривать андеда к моменту появления там первых дестроев стройкости рифлы конечно же рассыпаются против лейтового андеда против а бомов против 2 новые импейла а бомов свой неё уже говорил и там дестроеров со сплэшем даже и хорошего фокуса с арбой появляется и флэта все не выдерживает но ведь можно можно прийти в тот момент когда у андеда еще вот только-только появились дестройеры и а бомов еще нет и там второй герой не прокачан и так далее и вот тут рифлы могут закатить то есть я в принципе я думаю что дестройеры андеду потребуется но в количестве 12 и при этом контролить их нужно будет как своих родных детей поскольку рифлы их быстро отщелкает они строят нужны для дисплей лимов потому что а здесь фаерлорд но примерно то же самое то есть планирует до появления дистроф хуман впушить андеда с рифлами и с большим количеством элементарий самых разных здесь и огонь и вода мы уже видели где все лимы присутствовали ну хуман делать все очень медленно если честно дарка уже по моему получила блин чтоб не соврать это мы лет энергии сейчас возьмем то мы поймем какого она левела скелеты выглядят настолько здоровыми что кажется будто она уже пятого может ли такое быть может ли ну в принципе да учитывая что он это играет в соло героя учитывая что андет нету ночи стир 3 только идет очень поздно все и у андета тоже поэтому эти запоздалые стратегии могут и в канате учет скелета похоже на третьих дарка похоже на пятую ну и вот он решается с этими здоровыми скелетами в первую очередь нужно отбрить вышку потому что вышка как раз но нет нет вышку правильно фокусит он финдами а даркой очень быстро быстро штампует себе новых скелетов этот пуш очень часто хумана в принципе аннигилировал полностью заканчивала его жизнь сейчас очень жестко хоросят хоросятся экономика я бы на месте андета нет и пался до последнего вплоть до того чтобы забежал даркой внутри базы внутри уже спокойнее вот молодец куда-нибудь и в самый-самый уголок и там бы просто но все у хумана минус вся экономика то есть но это реально огромный удар по ресурсам хумана и по всем его планам а не остается рабочих хуман понимает что заставить андета уйти можно только убив дарку поэтому начинает фокусить ее мы заставив ее тэпнуться посмотрите как дохнут простые рабочие крестьянские парни но это какое-то это какие-то буржуазные времена когда рабочий класс вот так вот подвергался таком райка за жутком угнетению и геноциду практически да ничего вроде не потерял андет дарк рейнджер к здесь точняк получила почти шестой левел дана было 5 когда пришла почти шестой левел и здесь бы конечно возрадоваться за андета поскольку она может совсем скоро сможет переманивать юнитов оппонента но если то проблема переманивать у хумана особо некого но всем мало хитовый и дешевый рифлов конечно можно но жалко тратить такой такое заклинание на какого-то тщедушного деда с берданкой может быть у андета есть другие планы не знаю в общем соло дарка на самом деле довольно прохладная штука просто хуману поняв это нужно было построить три магических вышки по быстренькому раз диспелли скелетов ну и самое главное сделать то есть понимать что дед идет харассе то есть поставить разведывательные фермы на подходах в базе и соответственно вовремя отреагировать задача была именно не дать вот так вот себе разрушить и полностью нейтрализовать экономику ну хуман приходит это магод магод пуш на 56 минуте с рифлами все как мы любим кастеры получили сайленс присты не диспелят и destroyer of конечно неплохо было получить потому что а начинается переманивание фирменная дарка получила 6 левел и вот начинаем начинаем потихонечку мы перевербовать можно на ли на пристах среточиться правильно минус прист и свои восстали брат против брата восстал вынужден хуман сражаться но что-то его маловато если честно из хуман поняв что дальше просто он не сможет выйти в нормальный лимит сколько него нет экономики он решил пойти в отчаянную атаку и в общем это отчаянная атака закончилась тем что он дед по перекапывал всех рифлов во всех финдов у него по моему только одного потерял финда но зато здесь воюет сам он и посмотреть идут 2 лима огненных 2 водяных они бьются как друг тоже соли мами но другого рода в общем идет битва великолепного хуман распределяет фокуса лимов по финдам очень грамотно чтобы тележка отхилила всех да в общем горе хуман потерпев фиаско али просто раздосадованы идет незнамо куда просто идет куда глаза глядят на фонтан хилится данный момент ну дальше и честно говоря уже непонятно что будет делать хуман поскольку игра для него уже фактически закончилась тайминговый пуш провалился экономику разрушили но ему ничего не остается как повесить икону могу то перед компьютером и продолжать клепать рифлов в надежде на то что и следы уж они там со второго захода точно зароляют андеду я бы советовал нанять второго героя для разнообразия например дк который смог бы кайлом выхиливать финдов от фокуса вообще крайне полезный персонаж модерка идет на соло харас и боже мой вот она вот она стратегия года дарка нажимает tp сохранить жизнь сейчас рабочему и вот здесь хуман должен подозрительно прищуриться и начать разведывать экспанды поскольку рабочего явно переманивают не для того чтобы вести боевые действия и вот он вот она ратуша андед понял зачем ставить экспант когда можно построить ратушу прямо у себя на базе действительно зачем мучиться андед понял что своя армия во первых недостаточно сильно он позавидовал мощнейшим силам хумана и его массам рифлов и решил сделать такие же столько свои это интересно это интересно исследование завершено но для того чтобы построить и опять же андет решил деморализовать своего оппонента эти когда визави обнаружит что против него вышли его же собратья только выращенные воспитанные и заранее подготовленные в специальных дивизиях сс вермахта андетского и просто напрочь агрессивно настроенные к собственным соплеменникам я думаю у хумана затрясутся поджилки и он уберется в освоясь из этой игры вот на это рассчитывает андет на самом деле он просто уже издевается потому что объективно понимает что хумана все очень плохо и ставится к еще и экспант то есть родным околитом по моему там он возводит некрополь а засланным казачком хумана он ставит мейн прямо у себя на базе ну а хуман хуман делают рифлов кстати баран волшебник уже 5 левела обратите внимание это важный момент там уже 3 лем и которых надо диспейлить то есть и 1 лент такой заменяет собой 5 рифлов а жрет жрет он меньше меньше котенка потому что вообще не требуется пища соответственно ну это реально очень жесткий бойцы и лемов можно диспейлить дестройера лучшего лучшего в игре ни у кого нет потому что дестройера помимо диспол получает себе еще и сплэш поэтому ну нанимать хуманских престов против такой огромной шарашки рифлов но андетт может конечно делать все что угодно кого бы из хуманской армии я бы взял против масс рифлов давайте подумаем в первую очередь конечно же найты они же боевые кони можно футменов с дефенсом кстати на штамповать вот и мало хитово их можно еще там до 90 лимита шлепнуть довольно много а тут все персовое футмены замучают своими щитами всех вот они дестор поднялись начинается диспал вот она лемчик как раз по диспал вызван давай давай хорошо прошло до финды правда ложатся ложатся финды один за другим и андета здесь явно меньше хорошо так хуман фокусом прошелся по финдам и напоминаю дека давно уже надо было взять и раскрипить потому что финдов можно хилить подсказываю так фокус идет по пристам все верно скелеты поднимается выщелкиваем пристов андетт в принципе делает все правильно вот нужно только еще этого лима продиспелить хорошо дарк рейнджерка не смогла нанести последний выстрел футмены с дефенсом потому что опять же нет массово поражающих заклинаний и рата что не достроилась убили судя по всему убили убили рабочего дарке придется все таки идти еще раз достраивать вербовать еще одного рекрута и достраивать еще еще раз хуманский мэй на своей базе эх ну хуман не смог утерпеть такого позора он он готов положить всю армию на то чтобы они ждут его братья не перешли на сторону врага да здесь один финн закопан 2 финн закопан ну как бы один дестор андетт тоже не отличается каким-то феноменальным контролем опять же против закопки финдов есть просветка банальная да и но это не панацея панацея это завершена но андетт видимо не знает что можно в принципе а даже просветка не нужно увидеть у фаерлорда вон там банально флейта прозрения точнее не флейта прозрения шар прозрения этот магический хрустальный все она просто шмакает и все закупали козы вершим же ложатся рудник скоро иссякнет ложатся под ботинки рифлов да ну в общем знаете конечно все это неординарно конечно хуман давно уже должен был погибнуть со всеми его рифлами но андетт в принципе фанится поэтому он как котенок с мышкой играет с хуманом позволяя ему настроить рифлов убьет их всех и снова отпускает хумана позволяет строить новых рифлов потому что в принципе хуман уже остался на тир-2 и для того чтобы свечиться во что-то технологичное у него нет ни экспанда а хотя стоп а вот там вот что там краснеет нам не показывали но там кажется закладывается град столь на карте да но это может быть перспективой наде новой хуманской надеждой хуман приходит видеть что у андеда свой постройка завершена не менее кошерный заложен у андеда кстати больше косаря голды то есть он сидит в полтиннике копится видимо просто хочет понимать что в принципе его хуман вот с рифлами убить не может напали соответственно задача андеда сейчас пофанится построить что-нибудь эдакое исследование по-хорошему конечно же хуманский винты ему в помине не нужны а вот здесь только строится экспорт вот теперь мы все видим так ныщечка договорите ну это кстати бесплатная экспо для dark рейджерки для андеда и плюс это еще и бесплатная рапсила dark рейджерка под инвизом отправляется снова перематить я бы еще туда т.п. т.п. нужно для того чтобы засейвить рабочего своими ногами он так не уйдет но андед тоже не туговато с разведкой он не видит что хуман закладу заклажил уже у него работает нычка и снова техничный т.п. здесь бы кстати попробовал тройка завершена рисковать да андед кстати закладывает еще один экспанс справа в общем ребята не торопятся с войной я смотрю они так разгоняются постепенно есть игра переходит в какое-то и натужная макро натужная потому что до макро не должно было доходить и они просто получают удовольствие от игры рабочий достраивает наконец столь на хуманский гранушился вот интересно колиты смогут чинить построенные здания другой расы на своей базе ну вы поняли о чем я говорю да вроде как это своя вроде как все-таки немножечко стройка завершена с неграми в америке то есть вроде как свободу дали а вроде как есть ими западло в на кафе живые наступая я имею ввиду в америке конечно же 20 19 20 веков сейчас то нет такой в помине в сша так ну маг от снова воскрес на базе ван деда и просто мне кажется развивается портрет могу там а знамени хуманской армии снова идет пуши и фли сражаются как боги дарка там уже не знаю миллиардного левела может train life в принципе юзать чтобы фокус усиливать делиться но вот не может финдов контролить здесь андет реально не может вынужден нажать т.п. куда куда назад боже ну не знаю почему не нанимается дк не знаю почему почему-то теряется живые наступают живые наступают но хуман тоже вежливо не решается зайти дальше коридора и правильно делать может и лечь хотя с таким антон контролем кунда да может и не лечь не строй расманой финды закапываются рифлы атакуют зиккурат и стреляют в общем под frost вышка витя там по одному рифлу будет отщелкивать андет вот скелетик вот еще одного рифла вцепились довольно бодро кстати destroyer работают со сплэшем по рифлам и там один destroyer развалился но опять же и destroyer of тоже лечить неким хотя он это так много ресурсов переманивается спал брейкер не знаю полезно или нет немножко шарифу пополезней здесь будет ну вот собственно говоря в очередной раз отважная атака хумана отбивается вот сейчас снова будут минус все рифлы хуман снова жмет т.п. и с тремя рифлами это мой десбол хуман доводится состояние до моего десбола и улетает снова готовит следующую следующий отчаянный налом да это может продолжаться до бесконечности потому что андеду в прикол у андеда другая цель андет хочет построить себе других рабочих то есть рабов другой расы и прям вот построить натурально натурализовать хуманов на своей базе и унижать их не знаю пинками отправлять их за пивком заставлять их драйд зигураты ну и так далее две нычки у андеда к этому сейчас золото вкулил не знаю куда в очередной раз плохе лагуле да андед вдруг внезапно обнаруживает экспант хумана но я бы на месте андеда не убивал экспант раз у тебя цель убить хумана его же юнитами потому что хуман тогда выйдет у нас экономика завершена постройка завершена все так я бы на месте андеда пощадил пощадил экспант но хуман отправляется отбивать кстати у него там скоро наверно архимаг 6 а может и нет он не особо реально убивает андеду юнитов что-то мы не видим массовых телепортов хуман уже все гуляет на последние деньги потому что а тут у андеда дисбаланс по лесу до вуд блок так называемый ну и теперь два а вот туда вкулил ресурсом тер два нажал ясно ясно понятно блин стройка за но это еще минут десять мы будем смотреть тогда съемкой шоколадку пожалуй вы уж не извините но мы знаем мы понимаем цель андеда он мог убить хумана уже раз восемь подряд этого не делает и соответственно я думаю что пока не выйдет в тер тринтово совершать и и и не собирается сволочь здесь lm зоркий на патруле защищает от дестройеров увидел детство просто развалился от ужаса так андед видит что вся армия хумана экспанде понимать хуман тир-3 нажал это не по-моготски это не по-моготски ребят это неправильно троман к завершим гордышать ну там и минус еще один рабочий не знаю или кто там я не знаю кто это был приз наверно все кого переманили то мужики до рабочие а зачем тебе 2 рабочий то ловишь можете своих настроить наверное андед зашел за рабочим и в принципе пошел завершена воевать он не собирается поняли и бог с ним кстати сидит в полтиннике у него два косаря золота на руках но было бы прикольно если бы все же удалось построить хуманскую армию как-то ну в чуть более напряженной борьбе я бы сказал да по моему должны быть демки где вот так же андед построил хуманские юниты и бачком-бачком в кровопролитных сражениях успел под шумок кого-то заказать из очень важного элемента хуманской армии и и законтрить хумана своими же войсками может быть там одним каким-то важным юнитом вот что такое да то есть чуть больше накала хоть хотелось бы от этой игры а он ради героя все это да вон она чё михалыч он хочет чтоб дед с молотком просто мужик точнее с молотком назовем его в песков сюда по усам 2 1 смахера на если бы песков переспал стором до получился бы мотинки вот он хочет чтобы увидев маутен кинга архимаг просто свалился с коня от ужаса ладно хорошо вы поняли поэтому дыкай не заказывался вот он хитрый план андеда который все-таки будет реализован пускай на сороковой минуте игры прошу прощения я почавкиваю шоколадкой потому что ну мне нужно разминать мозг потому что у меня лопается голова таких коварных планов андедов хитросплетение его стратегии ну вот базил дубоцит он же дуба щит он же тор пескова вич знакомится с дарк рейнджер к такой ты кто где я почему здесь что происходит это это что это что люди мк просто в шоке он андерка горит да это рифлы просто после перейти стации точнее после отпуска с такими жирными задницами напали вот мы футмены тоже ведь футмены тоже немножко подъели вот а это ознакомьтесь это вот грифоны просто они просто они загорали в доминикане и вот немножечко потемнели они слишком много общались с афра афра дестройерами короче говоря сразу третий левел мака благодарят tomb of experience ну и мы скоро увидим развязку наконец андед уже замок построил из нам уж грифон чека добавит чертова андеда знает что у него еще на уме а хуман построил марки ребята мартира хуман сейчас изучает новых юнитов мартира и конь и думает ну все сволочь вот теперь то я тебя точно привет теперь так я точно одолею потому что кошка ну ты здесь то не прячься живые наступать с рифлами не получилось но два коня это сила идет жестокщайшая сада отдайте временем сам строю две мортирницы идут фуман внезапно видит в стане андеда подозрительное лицо гномской наружности мк получает третий левел вот коней переманивать это уже да это уже самое но это уже одно удовольствие сразу минус два коня и хуман понимает блед вроде пришел с конями и маркирами а где они все мы к мк 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 минус мк и доконтроливает андет естественно хуман сразу же сразу же обрушился именно на на этого несчастного мк поскольку мк это свой родной просто не потерпел предательство и и пошел в атаку отчаянно на брата ну в общем архимаг получил там какой-то 148 левел живые наступали и соответственно не мк архимаг да сказал архимаг да ну а хуман готовит андоеду последний последний сюрприз это фуманская армия там видимо наверное штампуется не знаю о втором экспанте андоеда хумана не знаю там уже третий закладывается ну вот ждем ждем когда же появятся финальный герой там 10 дырка кстати ну а кто бы удивлялся и сомневался давайте под андет уже давай последних юнитов покажи свет они и давай уже давай закончим этот водовин там еще один хуман танки на из на из я никогда не видел я никогда не видел дк на танках завершено и никогда не видел нежить на так над танковую дивизию нежити это жесть это просто понимаете это сталинградская битва это какая-то дуга практически сейчас будет происходить ну что три танкиста три веселых друга кошка я понимаю тебе тут хочется спрятаться у меня под ногой да и мы будем мы будем двигаться к развязки ребята финал фенита ля комедия сейчас состоится встреча хумана андет как бы показывает хуман юниты которыми он должен был выиграть эту игру вот смотри вот что должен был построить видимо хумана отключен че у андета или у хумана скорее очень чат и андет не мог ему подсказать и решил просто наглядно ему показать танки строятся на это переманиваются рифлы такие ну я мы так не играем это нечестно живые выступают кони воюют со своими дуба щит снова в деле болт в мк фокус по его и ну этого в архимага минус конь а дуба щит больше и не нужен вот у него еще 75 маны а тут танки но андет видите он стратегически отступает потому что его план в другом он не хочет убивать армию хумана хочет убить хуманские здания коварный андет выходит в лимит 100 танками до 7 детский танковый батальон да друзья дедушек на лошадях я видел но вот бессмертных на танках это да вот вот они 66 танков все готово ресурсов море и танки поехали сейчас вот часто хуман все поймем сейчас хуман просто будет просто оторопеет от такой вот такой подлости и так здесь продолжаются бои местного значения дуба щит получает фокус инвулы для кого они нужны войка завершена для слабаков дуба щит гордина своих сгулами руками пойду дайте мне он перевоспитан он перевербован и вот тут шесть танков ребята шесть танков приезжает на хуманский экспант последний оплот хуманской экономики понимаете и обрушивают курс местного местной валюты прямо сейчас но рабочие плевать им на все они таскают золото приказа чинить никто не отдавал ну правда поди ты отчини против шести танков это не чинится ну хуман видимо этого не замечает в пылу борьбы хуман продолжает отжимать и снять войска андета и внезапно осознает что у него больше нет ресурсов вот такая игра друзья ну в общем в целом конечно было весело в том плане что мы увидели как андет убил хумана его же армии но хотелось бы в следующем выпуске лично мне чуть больше напряженности потому что здесь игра закончилась минуте так на 15 и дальше ну можно было все это не продолжать если такие стратегии мутить то в какой-то плотной борьбе и чтобы это было как-то непредсказуемо вот но за за стратегию андету спасибо ну по крайней мере мы с вами хотя бы со всего этого угарнули я по крайней мере на это надеюсь с вами был бы него встретимся следующее воскресенье в новом выпуске best реплеев до новых встреч не играйте за не играйте за dark рейнджерку видите она она нарушит людские судьбы мне кажется хуман после этого вышел в окно до свидания а